Доброе утро! Не маленькая пятница среда, не немножко побольше пятницы четверка, это настоящая пятница. А значит, что совсем скоро выходные. Вот уже буквально. Ну, мало того, что выходные, так и погода в принципе в целом неплохая. Да, немножечко морозит, но при этом как ясно, как потрясающе. Ну, не только о погоде, нам есть вам еще что рассказать. Ну и начнем, наверное, с форума в Сочи. Развитие туризма, сотрудничество с инвесторами и поддержка регионов. Крымская делегация в пятый раз участвует в российском инвестиционном форуме в Сочи. На этот раз площадка собрала больше трех тысяч политиков и бизнесменов. Какие перемены ждут Крым, расскажем в следующем материале. Инвестиционный форум в Сочи стал традиционной площадкой для демонстрации экономического потенциала регионов. Крым вышел с мультимедийной презентацией, отражающей достижения за пять лет после воссоединения полуострова с Россией. Представлены и возможные варианты для сотрудничества с инвесторами и продукцией республики. Там участок, дальше идут фотографии, как выглядит на сегодняшний земельный участок, что на нем расположено. В Сочи анонсируют Ялтинский международный экономический форум. В этом году в нем ожидается больше трех тысяч гостей из сотни стран. Все наши друзья и участники, которые участвовали в предыдущих форумах, большинство из них, по крайней мере, из других стран, подтвердили свое участие. Думаем, что представительство будет гораздо шире. Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавлять будет Марин Ляпен, сегодня наиболее популярный политик во Франции. И на Сирийской Арабской Республике будет представлена Пашар Масадом. Сергей Валерьевич Аксенов сделал ему, президенту Сирии, приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите. Крым не только показал свои возможности, но и заключил ряд сделок. После подписания этого соглашения полуостров ждет еще больше туристов. В Крым, Севастополь, Ростовская область и Краснодарский край создадут единую сеть туристических маршрутов – Золотое кольцо Баспорского царства. Он включает 10 городов, половина из которых находится на полуострове. Заключили сделки и в других сферах – с Тульской, Ульяновской областью и Удмуртией. Здесь главное – это личные контакты и обсуждение новых практик, методик, которые уже есть в регионах, в том числе и по реализации национальных проектов. Наверное, вот это главная наша на сегодняшний день цель – делиться практиками лучшими с нами все без исключения. То есть никаких от нас стаинь секретов нет. Наоборот, с чувством уважения и дружбы любую информацию предоставляют. Эта площадка – Сочинский форум. Очень хорошее место, где обсуждаются как раз региональные проекты. Вот мы здесь с коллегами уже с утра и обсуждаем, что у них работает, что не работает. Это чтобы не изобретать у нас в Крыму велосипед, потому что мы все-таки всего пять лет в России. Итог работы крымской делегации в Сочи – масштабные вложения в развитие полуострова. В рамках новых инвест-соглашений под Симферополем появится логистический комплекс. Построят и завод по производству алюминиевых профилей с собственным центром обучения. Эти проекты предполагают значительное вложение инвестиций, порядка шести миллиардов, и создание рабочих мест, естественно. Поэтому считаем, что это будет толчок развития Крыма. С каждым годом все больше соглашений, проектов и инвестиций. Но этот форум, как подчеркивает председатель правительства России Дмитрий Медведев, отличается от всех предыдущих. Впервые мы будем говорить о всестороннем преобразовании нашей страны. Причем говорить предельно конкретно. Все, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет. Сведено в показатели национальных проектов. Именно вокруг них в этом году и построили программу форума. Главная цель – повысить уровень жизни россиян и способствовать развитию нашей страны. Задача амбициозная и те вопросы, которые сегодня обсуждали с точки зрения, так сказать, комплексов, системного подхода к национальным проектам, именно как их двигать, четко было сегодня определено, как даже на уровне федеральном, на уровне субъектом работать власти для того, чтобы достичь тех целей, которые поставил предыдущий президент. Участники акцентировали внимание на том, что многое в реализации нацпроектов зависит от квалификации управленцев. Представители Крыма обсуждали варианты подготовки кадров со своими коллегами из других регионов России. Много полезных идей существует. Надеюсь, что они будут претворены в жизнь. И мы уже эту работу начали. Мы готовим своих людей, мы направляем их в различные регионы для обмена опытом, направляем их в столичные вузы, мы направляем их на различные курсы повышения квалификации. Но системности пока в этом вопросе мы еще не видим. И над этим надо работать. Крымчане приняли участие и в сессии, посвященной финансовой грамотности населения. Рассказали о своих достижениях. Мы один из немногих субъектов, я думаю, даже может быть и единственный, который перенесли все базы данных в Центр обработки документов правительства. И у нас доступ, начиная с поселений, городов, районов и республики, удаленный к так называемым облачным технологиям. А это первый шаг к построению цифрового региона. Впишут в эту систему и национальные проекты, чтобы вся информация была в открытом доступе. Екатерина Серегина, Анна Нечуговская, Елена Носкова и Александр Смычек. Новости 24. Сочи. В Евпатории курсирует необычный транспорт. В списке самых романтических мест в стране он занял второе место, уступив поцелуеву мосту в Санкт-Петербурге. И в Москве влюбленные предпочитают Воробьевые горы. А в Сочи смотровую площадку на горе Ахун. Опрос провел российский туристический портал. Чем уникальна достопримечательность нашего приморского города узнавала корреспондент Елена Байрамова. Пригласить на свидание, полюбоваться городским пейзажем и даже сделать предложение руки и сердца. Для этого в Евпатории курсирует трамвай желаний. Попасть на борт мечтают многие влюбленные. Зоя Шимахина работает в депо больше 35 лет. Часто приходится сопровождать самые счастливые моменты в жизни человека. Дни рождения отмечали и свадьбы, и венчание. После венчания забирали из храма Николаевского. Да, работа нравится, потому я здесь много лет задержалась. Этот транспорт ездит по Евпатории 5 лет. Он не просто средство передвижения. Местные жители считают, что заходить в этот трамвайчик обязательно нужно с левой ноги, при этом правой рукой обязательно держаться за поручень. И в этот момент нужно загадать желание, которое обязательно сбудется. Трамвай привлекает туристов и горожан. С ним связано много романтических историй. Мой знакомый арендовал этот трамвай и делал предложение своей девушке. Он украсил шикарно шарами, все это сам. Но я думаю, любая бы девушка согласилась после такого предложения. Тем более он в полночь выехал на этом трамвае, как говорится, как в сказке, как принц на белом коне. Можно пригласить девушку сюда на свидание, удивить необычным свиданием, видом. А это местная достопримечательность, символ города. Трамвай установили пять лет назад в честь столетия предприятия. Евпатория сам по себе очень красивый город. А поездка в трамвае – это такой способ с ним поближе познакомиться, рассмотреть его, рассмотреть дома, рассмотреть улицы. Видно, как город строился, как он развивался. На предприятии в строю 24 трамвая. Самому молодому 30 лет. Есть и ветераны. Трамвай ГОТА – это Т57, Т56. Трамвай выпускающий ГДР. Сейчас нет ни страны, ни завода изготовителя. Трамваем уже седьмой десяток. Они исправны, мы их поддерживаем, эксплуатируем. На полуострове трамвайные пути можно встретить лишь в Евпатории. Первый маршрут здесь появился в 1914 году. Транспорт уже стал легендой. Ретро-стиль, сохраняется какая-то самобытность города. Мы приехали в Евпаторию из Москвы, прокатились на трамвай. Желание мы пока загадываем такое, приехать сюда еще. Гостеприимный, красивый город. Мы восхищены. Экскурсионную поездку по старинным улочкам на этом трамвае желаний многие называют волшебным маршрутом. Романтическая поездка обеспечит хорошее настроение, приятные воспоминания, а может быть, соединит чьи-то судьбы. Елена Байрамова, Олег Черемисин, Новости 24, Евпатория. Ну и если вернуться к инвестиционному форуму в Сочи, то он продлится и сегодня. То есть и сегодня будут какие-то подписания, соглашения. И я хочу рассказать тебе, что Крым и Севастополь, благодаря тому, что подписали одно из соглашений на форуме, стали частью большого турмаршрута «Золотое кольцо» Боспорского царства. И включает вообще этот маршрут в себя 10 разных городов на территории 4 российских субъектов. Это Крыма, Севастополя, Ростовская область и Краснодарского края. И может дать нам 10% дополнительного турпотока. Это очень неплохо. Во-первых, турпоток. Во-вторых, прокатиться по этому маршруту было бы как минимум интересно. Посмотреть все 10 пунктов наверняка можно открыть для себя что-то новое. Ну, а, еще что-то новое можно открыть, связавшись с нашими коллегами. Правильно? Да, с радио. Доброе утро. Прошу прощения, я понужен вас прервать с нами на связи. Доброе утро. Наша утренняя программа телевидения. Доброе утро, коллеги. Вы тоже о форуме в Сочи начали? С форума в Сочи начали свое утро? Нет. Я поздравил радиослушателей со срединим господним. И мы вас тоже поздравляем с праздником этим. А вы знаете, что сегодня работать нельзя? Ну, нам можно. Когда работа в удовольствии, то это и не работа, в общем-то. Сразу этот грех спишется. Да, конечно. Ну, в общем, мне в любом случае ближе позиция Артема в этом случае, чем то, что я озвучила. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки наши телезрители, радиослушатели зарядятся этим немножко зарядом бодрости, простите за тавтологию, и все-таки будут наслаждаться. И не пойдут на работу после таких советов, я полагаю, так что. Да, вполне возможно. Ну, ничего, зато останутся подольше и послушают ваш прекрасный эфир, а если есть телевизор, посмотрят наш. Да, я думаю, это можно даже совместить. Вполне будет сложно. Может быть, и оригинально, но с чего-то стоит начинать, да, всегда? У людей два уха. Утро по-македонски, скажем так, да? Да, вполне. Именно, да. Ну, прекрасного вам эфира тогда. Спасибо, коллеги, вам тоже. Удачи. Да, доброго вам утра. А мы продолжаем нашу беседу. Замечательно. Один праздник, другой праздник. Я хочу сказать, что сегодня еще и 30-летний юбилей, день вывода войск из Афганистана советских. Но мы даже подготовили большой обширный материал по этому поводу и пригласили гостя, но к этому позже вернемся. А сейчас поговорим про то, что не менее важно и насущно. Это погода. Посмотрим, что же там и каким образом наши зрители все-таки смогут добраться на работу. Я прошу вас на нее сегодня выйти. Что надевать и что брать с собой прямо сейчас? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Когда я добирался на работу, я это на себе прекрасно почувствовал. Но меня это не остановило. Как не останавливает большинство крымчан продолжать заниматься своими будничными и не только? Ну, конечно, не только. Вот, допустим, а знаешь ли ты, что аэропорт, наша гордость с полуострова, одна из них, стал излюбленным местом, где не только улетает и прилетает, но еще и делает предложение руки и сердца. Вот ты представляешь, что сегодня кто-то проснулся, пошел в аэропорт встретить друга любимого. Ну, не друга, а любимого. Я, допустим, беру девушку. Чему и друга тоже? Девушка может быть другом. Может быть, а потом сразу женой. А потом друг и женой. Если не откажется, конечно. Идеальная партия. Ну, вот просто две недели буквально назад был случай в аэропорту, когда девушка приехала встречать своего молодого человека, а он заранее договорился с сотрудниками аэропорта, и они устроили ей такую небольшую акцию. В общем, список заданий. Сначала она должна была выполнить одно, да потом другое. И вот по этим записочкам она добралась к своему молодому человеку, будущему теперь уже супругу, он ждал ее с букетом цветов и сделал очень романтическое предложение. Ну, а сотрудники аэропорта в этом случае всячески помогают. Действительно, действительно романтично. Ну, наверное, сложно было, возможно, даже девушка слегка успела разозлиться, но потом, я думаю, что результат не заставил себя ждать. Но это было две недели назад. А в этот день, 15-го числа, произошло много знаменательных событий также. Что происходило в прошлом, в этот самый день, прямо сейчас. 15 февраля, начиная с 2011 года, в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана. Более 100 тысяч военнослужащих вернулись на родину в течение года. Так завершилась длившаяся почти 10 лет война. Всего за это время погибло более 15 тысяч советских солдат. В честь этой даты во многих российских городах пройдут торжественные и памятные мероприятия. В этот день родился философ, физик, математик и астроном Галилео Галилей. На его счету немало гениальных открытий, в том числе телескоп и микроскоп. Его астрономические труды показали, что предыдущие представления о системе мира ошибочны. 22 июня 1633 года Галилею, стоя на коленях, пришлось отречься от своих выводов. Но и это не отменило домашний арест и надзор Инквизиции. Реабилитировали великого ученого только в 1992 году. Понтифик публично принес извинения и вернул ему право быть законным сыном церкви. 199 лет назад физик Ганс Эрстетт обнаружил магнитное в действии электричество. Открытие прошло во время лекции. Студенты увидели, что электрический ток, проходивший по проволоке, воздействует на магнитную стрелку компаса. Так появилась новая наука электромагнетизм. После своего открытия Эрстетт стал всемирно признанным ученым. Также 15 февраля 1942 года родилась Нонна Терентьева. Русская Мэрлин Монро запомнила зрителям по таким картинам, как «Самый медленный поезд», «В городе Эс», «Крах инженера Гарина» и «Королева Марго». Нонна Терентьева была не только талантливой актрисой, но еще и писала стихи и сценарии. Выступала с концертами, пела на английском языке песни из репертуара Эллы Фиджераль и Дюка Эллингтона. В памяти наших соотечественников она навсегда осталась самой красивой женщиной своего времени. Сегодня свое столетие празднует Большой драматический театр, один из первых созданных после Октябрьской революции. БДТ был организован по инициативе Максима Горького, который говорил, «Зрителям необходимо показать человека, о котором он сам и все мы издавна мечтали, человека-героя, рыцарски самоотверженного, страстно влюбленного в свою идею, человека честного деяния, великого подвига». Выдвинутый Максимом Горьким лозунг героическому народу «Героический театр» получил воплощение в репертуаре БДТ. В этот день, в 1895 году, по инициативе сестер Гнесиных, основана первая в России музыкальная школа для детей. Старейшие классы училища, фортепиано и струнные инструменты. Постепенно появляются новые дисциплины. Гармония, энциклопедия, сальфеджио и элементарная теория, хор и ансамбль. Программа создается с чистого листа, как и многие этюды и пьесы. Елена, Евгения и Мария Гнесина стали первыми преподавательницами. Здесь учили Людмила Азыкина, Евгений Кисин, Любовь Казарновская, Иосиф Кобзон и многие другие, чьи имена теперь попали на страницы музыкальных учебников. Ну что, о дел прошлых перейдем к делам насущным. Прямо сейчас давайте посмотрим, что там происходит на рынке. Поговорим мы про цены на горючее топливо. Газ стоит 28 рублей 19 копеек. Пока что он самый дешевый в списке. Ну почему пока что? Это стабильная ситуация. Дизельное топливо дороже, чуть менее чем в два раза. 51 рубль 27 копеек. 92-й бензин уступает ему в цене 47 рублей 17 копеек. 95-й стоит 50 рублей 21 копейку. Ну а самый дорогой и самый роскошный вид топлива стоит 56-59 копеек. Я говорю, конечно же, про 98-й бензин. Цены на бензин мы знаем. Теперь нужно узнать, какие дела обстоят там на рынке ценных бумаг. В частности, поговорим про валюту. Доллар стоит 66 рублей 54 копейки. Ну что сказать, подрос по сравнению с тем, что было на днях. Евро не уступает и растет вместе с ним. Не сильно, но все же. 75 рублей 0,4 копейки. Зная, какие дела обстоят на рынке. Зная, сколько стоит топливо. Ну и прекрасно понимая, когда покупать и когда продавать валюты. Мы-то сообщаем вам не это, конечно, а сколько не стоит. Но все же, можно неплохо сэкономить и порой себя побаловать. Например, сходить в кино. Ну, сначала нужно узнать, на какой фильм лучше сходить. И об этом мы расскажем вам в нашем следующем материале. На сцене театра имени Горького комедия Лопе де Вега «Собака на сене». В этой классической комедии герои любят, ревнуют, интригуют. Проделки ловкого слуги, переживания обманутой женщины, сословное неравенство и снова любовь. На сцене ведущие актеры театра. Начало спектакля в 19.00. Продолжительность представления – 2 часа. И еще один спектакль в это же время состоится в театре имени Горького. Выходили бабки замуж. Комедия и смешная, и грустная одновременно. Главными героинями стали четыре подруги-пенсионерки, которым пришлось делить одного завидного жениха между собой. Начало спектакля в 19.00. Продолжительность – 2 часа. А в музыкальном театре состоится мюзикл «Три мушкетера» по мотивам романа Александра Дюма. Это динамичное и зрелищное шоу для всей семьи. Головокружительные танцы, захватывающие бои на шпагах. Все это можно будет увидеть на сцене музыкального театра в 18.30. Продолжительность мюзикла – 90 минут. В кинотеатрах с 14 февраля в прокат вышла российская комедия «Семь ужинов». Это романтическая история о том, как муж пытается наладить отношения со своей женой после пяти лет совместной жизни. Он уговаривает провести с ним семь не совсем обычных ужинов. Но все не так просто, и на пути появляется конкурент. Главный герой не сдается и продолжает бороться за свою любовь. В главных ролях – Полина Максимова, Роман Курцын и Елена Яковлева. Продолжительность сеанса – 90 минут. Картину можно будет посмотреть в течение всего дня. А у меня есть хорошие новости и не только для любителей кино. А, например, для любителей поспорить с родителями. Совсем недавно ученые доказали, что компьютерные игры никак не влияют на жестокое поведение подростков в реальной жизни. Ну что же, это хорошая причина лишний раз посидеть за компьютером, но плохая причина откладывать все остальные дела на потом. Ну и, конечно, посидел за компьютером, потом сказал, что я не успел уроки выучить и вообще не пойми, чем занимался. Я не знаю, как родители, а я не очень рада. Есть, когда мой, допустим, мой младший брат сидит больше 2-3 часов, а то и 5-7 перед какой-то компьютерной стрелялкой, игралкой или что-то еще. Но вообще в интернете сейчас происходит много всего необычного, яркого и неординарного. И об этом в следующей рубрике. Герой среди нас. Мопедист перекрыл движение транспорта, чтобы пропустить старушку. На видео пожилая женщина пытается перейти дорогу, но плотный трафик не позволяет ей перебраться на другую сторону. Один из участников потока, заметив пешехода, берет ситуацию под контроль. Удивительно, но некоторые автомобилисты все равно пытаются объехать героя. Продается дом с видом на океан. Ролик с таким поразительным сооружением разлетелся по сети. Конструкция представляет собой нечто наподобие баржи, на борту которой установлен жилой дом. Впрочем, судя по его состоянию, сейчас в нем никто не обитает. Жаль, но, увы, океан не всегда выглядит привлекательно. Виной тому человек. На видео попали кадры мусорных волну берегов Индии. Сотни тонн пластика и прочих отходов ежедневно выбрасывает на сушу. Сквозь полимеры не видно даже воду. Зрелище ужасающее. Надеемся, процесс обратимый. Любопытный пес стал виновником пожара. Четвероногий нашел зажигалку и каким-то чудом умудрился ее поджечь. Пламя нисколько не смутило животное, а напротив, вызвало интерес. Лишь когда огонь разгорелся не на шутку, поджигатель решил отступить. Действительно, такое не каждый день увидишь. За рулем нужно быть внимательным. Особенно, если ведешь крупногабаритный транспорт. На видео водитель автокрана, видимо, забыл, что сбоку торчит приспособление. В итоге он на полной скорости задел одну из запор заставы. Результат не заставил себя ждать. Надеемся, никто не пострадал. И напоследок. Золотистый ретривер пытается добиться ласки от медных фигур. Видимо, настолько искусно постарался художник, что их не отличишь от настоящих. А может быть, ему и вовсе не важно, живой ты или медный. Главное, чтобы человек был хороший. Будьте добрее. Вот уж не знаю, кто подбирал эти видео, но подборка вышла очень интересной и насыщенной. А мне показалось, или я слышала твой голос? Не знаю, что это за загадочный незнакомец с таким низким и бархатным голосом. Вполне возможно. Я не буду себя хвалить, но столько всего происходит в сети ежедневно. Да что уж в сети. Оно-то происходит в реальном мире и только потом попадает в сеть. Но насколько удивительно, что мы можем видеть это с разных уголков мира? Ну, мало того. Удивительно то, что действительно люди успевают запечатлеть все эти гигабайты, терабайты информации, выложить, обсудить с разных точек зрения. Конечно, всегда есть те, кого называют троллями, а есть и те, которые всегда защитят, несмотря ни на что, пусть даже хотя бы в сети. Не только в сети защитники имеются и в реальной жизни. В принципе, очень часто люди совершают поступки, в какой-то мере жертвуя собой, чтобы защитить других, чтобы обеспечить счастливое и долгое будущее остальным. Таких людей много. Их можно встретить на разном поприще, начиная от медицины до образования. Но есть и другое, более ярко выраженное поприще. Да, именно об этом мы хотим рассказать вам в нашем следующем сюжете. Время неумолимо отчитывает часы, дни и десятилетия. Ровно 30 лет назад начался вывод советских солдат из Афганистана. Когда в декабре 79-го года советские войска вошли в Афганистан для поддержки дружественного коммунистического режима, никто и представить не мог, что война затянется на долгих 10 лет. Около 15 тысяч советских воинов, выполнявших свой интернациональный долг, пали на полях сражений. Через Афганистан прошло более 5000 крымчан. Из них 169 человек погибли, трое пропали без вести. Многие остались инвалидами. Самое ужасное – посещать в госпитале раненых сослуживцев и видеть, как погибает твой друг, рассказывает школьникам Симферополя генерал-майор в отставке Александр Волков. Мы не смотрели, кто там. Ты русский, татарин и так далее. Поэтому погибло у нас меньше. У нас боевое братство было. По национальности мы там не делились, национальности. Мы все едины были и носили одну форму. Александр Волков родом из Рязанской области. В Афганистан он попал в 38 лет. Для него, как и для многих солдат и офицеров, главным на войне было поддержка друзей и семьи. Ждали дети, жена. И тоскливо было возвращаться в Афганистан после первого отпуска. А первый отпуск у меня был в 1985 году. В 1985 году я улетал с Домодедова, с аэропорта. Видел, как жена стоит плачет. И дети тоже. Такая тоска была. Ну, что поделаешь. Военная служба есть, военная служба. Говорят, страшно было. Ну, конечно, страшно. Но человек привыкает ко всему. Своими воспоминаниями поделился и участник боевых действий Владимир Поляков. В самом начале военных событий он был направлен на юг Афганистана, в Кандагар. Нас не все однозначно по-разному воспринимали. Во многих селах, когда мы входили в Афганистан, нас встречали национальными музыкальными инструментами, радовались, танцевали. У других, вот в Кандагаре на юге, нас немножко настороженно встретили. Запомнилось, конечно, что очень хорошо относились к афганскому населению наши молодые солдаты. У меня была такая ситуация, когда, скажем так, наши противники, как мы их называли, душманы, подорвали мост возле Кандагара. А мы совершали марш на бронетехнике. Ну, и две большие машины, бурбухайки, застряли на подорванном мосту. Мы, значит, плавь преодолели реку. Ну, а мои солдаты стали просить, давайте вытащим эти бурбухайки. Я говорю, посмотрите на этих ребят, потому что стоят бородатые, смотрят на нас так, это очень злобно. Не знаю, что от них ожидать и прочее, значит, но ребята чуть не плачут. Давайте их вытащим. Мы вытащили две машины. Эти местные афганцы, которые смотрели на нас очень настороженно, значит, немножко расплылись в улыбке. Подошли, наших солдат угостили дынями, арбузами, которые были загружены, эти машины. Встреча ветеранов-афганцев со школьниками – ежегодная традиция. Ребята знакомятся с очевидцами боевых действий, слушают их рассказы о войне и внимают напутственным словам ветеранов. Каждый молодой человек должен вырасти, быть готов в определенное время защитить свою страну, своих родителей и свою семью. 15 февраля – важная дата в истории нашей страны. В этот день, в 1989 году, последний советский солдат покинул земли Афганистана. Можно долго спорить о целесообразности участия наших военных в том конфликте. Но одно бесспорно – они с честью исполнили приказ Родины. Приказ Родины исполнили тогда, и я уверена, что и сейчас бы поступили точно так же. А нас в студии уже ждет гость. Это Сергей Николаевич Ковалевский, ветеран боевых действий. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Ну, поздравляем вас с юбилеем «Вывода войск». Спасибо. Вижу, что у вас очень много медалей. Скажите, пожалуйста, какую медаль вы цените больше всего? Какая для вас самая дорогая? Самая дорогая? Даже не знаю, они все дорогие. Все как-то в жизни моей пройдены. Поэтому сказать, чтобы какая-то отдельная. За все. Вот вы знаете, сегодня праздник не только у вас, а и у меня папа тоже, он служил в Кандагаре. Я знаю, что у него есть вот так, который он относится с особым трепетом, это за отвагу. И он всегда рассказывал мне еще с детства, что отношение афганцев к советским солдатам, оно было очень своеобразным. То есть, вроде и воевали, и в это время отношения были человеческие. А вы что скажете об этом? Да. У нас такой случай был интересный. У нас один солдат, ну, как бы самовольно покинул пределы части. Вот. И, ну, я не знаю, каким соображением. Вот. И мы, естественно, подняли весь батальон в поиск. У нас мой старшина был таджик, таджики очень хорошо общались, то есть у них одно наречие. Вот. Он спрашивал у местного населения, и местное население нам помогло найти его. Да? Такой, да. Такой случай был у нас. Ну, вот, а правда, что помимо вот всей этой войны было такое, что и по минному полю на БТРах за какими-то продуктами ездили, да? Да, ездили. Дикобразов ели, нет? Ну, я не честно говорю. Да, есть там такие моменты, вот у нас через нашу часть шли десантники, которые неделю питались одним луком. То есть продуктов не было, был только лук. И вот луком они неделю питались, чтобы выжить, и вышли на расположение нашей части. Мы уже там их накормили, вот они такое-то рассказывали. То есть, ну, попали они в такую ситуацию, в которой вот так выжили. Лук. Ну, зато пришли с хорошим иммунитетом в часть, мне кажется. Да. Вирусы и простуды не брали еще долгое время. Болезней-то много было, конечно, там и гепатит, и брюшной ТИФ. В общем, у нас очень было много заболеваний. Потому что вода плохая. У них очень плохая вода. Но они как-то привыкшие. Мы же к этому были не очень привыкшие. Молодые люди, мы даже не предполагали, что там так вот плохо. Ну, и у нас, скажем так, вот мы, крымчане, мне что удивило, мы, крымчане, очень хорошо переносим, как вот я был и в средней полосе с большими морозами, и на юге, где тепло очень такое, ну, сильное тепло, там до 40 градусов солнечной энергии. Мы нормально переносим. Сибиряки плохо переносили. Жару, да? Да, очень плохо. У них начиналось кожное заболевание. В общем, они сами жаловались, что ужасно здесь. Вот так, то есть крымчане, однако, более выносливые. Более универсальные, да? Универсальные, да? Закалены со всех сторон. У нас такая природа, что мы, то у нас и холодно, то у нас и тепло очень сильно, поэтому... Зима морозная, а лето жарко, печет, когда... В итоге со всех сторон, да, закалены? Да, выносливые мы. Вот. С подразделениями мы вернулись вдвоем. У меня есть однополчанин. У нас четверо было. Ну, вдвоем мы вернулись. У меня есть Саша Рамазан, однополчанин мой. Мы с ним общаемся. Недавно меня нашли наши. Ну, тогда вот после распада СССР связи немножко разорвались среди нас. Вот. Ну, недавно меня нашли из Сибири наши однополчане. Вот меня настолько удивляет, насколько вот действительно воины наши интернационалисты, они общаются между собой, поддерживают связь все время. Я вот так удивляюсь, для меня вот тоже, знаешь, что опять приведу пример своего отца, что он едет то в Алуш, то в Москву, куда-то с кем-то встретиться. Потому что вот такой контакт свозь года. Ну, вот меня просят иногда что-то там помочь. Я безотказный. Так же я прошу им. Мне никто не отказывает. То есть, ну, как-то вот такое чувство. Оно еще, видно, оттуда пришло. Вот. Ну, и я вам скажу, я человек верующий. И вера ко мне пришла после войны. То есть я до этого... Нет, я не был. Ну, тогда мы атеисты все были. Советский Союз, больше атеизма, веры нет. В общем, такое. Так преподносилось нам. Меня родители бояли креститься. Бабушка настаивала, ну, родители боялись. Вот. А когда я пришел с Афганистана, я сам принял веру. Многие качества закаляются в трудных условиях, насколько я понимаю. Да, очень. Не проявляются очень сильно. Да, и та же дружба ценится, мне кажется, в условиях трудных для выживания и трудных для борьбы еще больше. Поэтому она такая прочная и крепкая, скорее всего. Да, вот я вам скажу, я вот Сашку Рамазана на себе тащил. Тащил, потому что он, ну, как сказать, мой. Ну, то есть мы с ним как... Да я любовь тащил бы, потому что оставлять нельзя. Что мне кажется, что в таких ситуациях такое отношение, что ты не только друга будешь один за собой, но и даже чужого человека. Но это вот как-то... Иначе не простишь себе, да? Вот я не знаю, вот я не знаю, как другие, но вот я заметил, что мы, вот наш народ видно так, у него в крови видно это, вот такое отношение. Потому что я не знаю, я, ну, когда вижу, что ближнему плохо, я всегда иду навстречу как-то вот так. Это видно в крови у нас. Ну, а сейчас какие работы, да, союз ветеранов Афганистана, да, воин-интернационалистов в целом проводят для того, чтобы вот как-то популяризировать идею патриотизма, в принципе, даже не в идеях патриотизма дела, а чтобы нормально воспитать подрастающее поколение? Ну, вот я вчера был в 31-й школе. Меня попросили. Честно говоря, я, когда начинаю вспоминать, мне очень хорошо становится. Мне как-то, ну, такое состояние, понимаете, менять прошел всю войну Великой Отечественную и никогда не рассказывал мне ни о чем о ней. Ну, тоже под конец своей жизни он начал потихоньку рассказывать. Вы знаете, я понял его тогда, почему он не рассказывал. Он не хотел вспоминать это, потому что это эмоционально поднимает в тебе внутри, ну, и как бы такое состояние тяжелое очень. Вот. Ну, и я, они с вниманием слушали меня. С вниманием меня удивили. Четвертый, пятый классы, хорошие детки такие, их три класса в один свели, в общем, очень много детей. Вопросы, конечно, такие интересные создают. Один мальчик меня спросил, а будет ли третья мировая война? Я говорю, дитя, господи, в 10 лет ты такой вопрос. Будем надеяться, что третьей мировой войны однозначно не будет. Я им так и сказал, да. Мне кажется, самый главный опыт, который можно извлечь из любого военного конфликта, это мысли о мире. И о том, что нет ничего важнее мира, дружбы, братства и единства. И мне кажется, что главный урок, который должны были извлечь дети, это именно стремление к тому, что все конфликты нужно решать мирным путем. Мирным путем, да. Только мир. Я сам за мир. Я вам скажу, я участник весны крымской. Я ценю очень эту медаль, которую мне дали. И я пошел. Почему? Я вам скажу. Я пошел для того, я очень люблю наш Крым. Кстати, прошу прощения, про любовь к Крыму. Прямо сейчас мы подготовили сегмент, который очень хотели бы показать. Вам большое спасибо. Да, я напомню, что у нас в гостях был Сергей Николаевич Ковалевский. Это ветеран боевых действий. Спасибо за то, что вы так любите родину, нашу республику. Я готов ее защищать до конца. Прямо сейчас нашим зрителям показываем, что же такое происходит в Крыму и как это было запечатлено в сети. Прямо сейчас. Сообщение о том, что на трассе Таврида появятся новые дорожные знаки, активно обсуждают в соцсетях. Большинство пользователей радует факт взаимодействия строителей, дороги и водителей. Свои пожелания может составить каждый, отправив письмо в службу автодорог Крыма. Количество ДТП на перекрестке улиц Красноармейская, Чехова неумолимо растет. Запомните, двигаясь по Чехова, вы должны уступить дорогу. Там висит целых два знака, указывающих на это. Будьте внимательны. Участок трассы Дубки-Леватки открыт. Движение на развязке в районе улиц Героев Сталинграда изменилось. Не забывайте об этом. Пользователи отмечают, что многие по привычке едут по старой схеме. Даже прозвище для таких водителей придумали. Англичане. Стоило опубликовать схему ремонта автодорог Симферополя на 2019 год, как лавина комментариев хлынула в социальные сети. Мнения разделились. Некоторые предрекают транспортный коллапс. Ведь сделать 65 улиц без ограничения движения невозможно. Часть пользователей пишут о том, что ремонт необходим. И лучше немного потерпеть, но потом наслаждаться ездой по нормальным дорогам. Крымчане не перестают удивляться красотой полуострова. На побережье начинают цвести деревья. А в горах продолжается лыжный сезон. Снега много. Погода радует. Впереди выходные дни. Поэтому, не забывая правил безопасности в горах, отправляемся на природу. Но это не все новости из сети. Кое-кто, например, ищет дом. И фотографии, доступные в интернете. Прямо сейчас об этом и расскажем. Выберите Амиго. Пес очень позитивный. Он ждет своего человека. Он будет вас любить всем сердцем. Звоните. Плюс семь девять семь восемь. Восемьсот шестьдесят три. Одиннадцать ноль три. Сегодня, когда связывались с нашими коллегами с радио, они сказали, что день непростой, а дата специальная. Расскажешь мне о ней поподробнее? Я мало что могу рассказать о этом христианском празднике, средине, но об этом точно могут рассказать наши корреспонденты. Сорок дней спустя после рождения по закону Моисея Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм. Много десятков лет этого трогательного события и пришествия в мир Мессии ждал праведный старец Симеон. Он благодарит Бога, что наконец пришло то время, когда он встретил Христа Младенца, когда он встретил Мессию Спасителя. Он радуется тем, что наконец-то его земная жизнь закончится. Наконец он встретится с тем младенцем в жизни вечной. Митрополит Симферопольский Крымский Лазарь, возглавивший праздничную божественную литургию, после службы осветил свечи в изобилии в этот день, принесенные верующими в храм. В этот праздничный день мы также унесем в свои семьи святые средственные свечи, которые освящаются в память установленной Моисеем обязанности. Приносить в жертву Богу всякого первенца и также как знак очищения мира истинным светом Христового Евангелия. Ладыка Лазарь поздравил юных прихожан с праздником православной молодежи, установленным в марте 2002 года синодом Русской Православной Церкви на всей канонической территории Московского Патриархата. До церкви я тоже был, как и все, не ходил в храм, думал, зачем это нужно, но потом как-то меня Господь привел в храм, и я здесь нашел частичку той теплоты, которой мне не хватало. Ладыка пожелал юношеству веры, любви и силы следовать путем Евангелия, искренне молиться Богу и обращаться к Нему за помощью, учиться по-настоящему любить окружающих людей и воспитывать свою волю в добре. Вот такой у нас сегодня день. Мало того, что пятница, так и средний день вывода войск из Афганистана. Ну, то есть, эта пятница, 15 февраля, действительно насыщена событиями. Хочется сказать, что здесь, конечно, в студии тепло, хорошо, уютно. Я надеюсь, что вам дома, вы уже выбрались из своих постелей, готовитесь к рабочему трудовому дню, и, наверное, что интересно, что же там на улице, да? Конечно, весьма интересно, потому что, судя по тому же хронографу, что мы сегодня смотрели, день насыщенный, в принципе, и был всегда. Ну, неудивительно, пятница, как всегда, скорее всего, все отложили свои дела напоследок перед выходными, чтобы в последний день хорошенько оторваться. Надеемся, что так же весело нашему корреспонденту Ксении на стриме в прямом эфире сейчас. Вот, здравствуй, Ксюша. Доброе утро, Ксюш. Доброе утро. Сегодня 15 февраля, долгожданная пятница, впереди выходные, с чем я нас всех и поздравляю. Ну, а еще, кроме того, сегодня Сретенье. Считается, что в этот день такая своеобразная граница между зимой и весной. Считается, что эти времена года встречаются. Ну, а люди у нас традиционно, Симферопольцы, да и приезжие тоже, встречаются на площади Ленина, непосредственно у памятника, где я сейчас и нахожусь. Друзья, что хочу сказать о погоде. Минус 2. Я буквально 10 минут нахожусь на улице, а руки уже замерзли. Ощущается, как минус 7. Ну, это и крымчане наши знают, что специфика Крыма такая. Влажность у нас повышенная. Сегодня, например, 74%, что довольно-таки много. Одевайте обязательно шапки, особенно одевайте тепло своих деток. Это какая-нибудь одежда с капюшоном, потому что, поверьте, тепла особо не ожидается. Плюс 2 – это максимальная температура за сегодня. Более того, еще и довольно сильный ветер. Сейчас это почти 10 метров в секунду, и в течение дня он будет усиливаться. Но я надеюсь, что это никак не повлияет на ваше настроение, ведь, напоминаю, пятница и впереди выходные. Желаю отличного настроения, шикарных выходных. И студия, вам слово. Я хочу сказать, что такой счастливый, как Ксюша, я не видела уже давно никакого другого человека. Ну, конечно, какое счастье оказаться в такую прекрасную февральскую погоду на площади. Но все-таки хочу сказать, вот вселенская несправедливость однозначно. Когда выходил в прямые эфиры с города, я была тьмать-мущая. Мне приходилось искать фонари, стоять и, ну, правда, не мерзнуть. А я помню, как ты ногой еще притопывал, чтобы они понимали, что ты рядом находишься, реагировали на себя и освещали. Это было очень забавно. Вот, и, а тут, вот смотрите, как уже красиво. На небе просто уже, на небо взошло солнце. Уже светит Ксюшу, видно, и без фонаря. Ну, и поэтому, наверное, и настроение хорошее. Но вот одета Ксения, правда, легко. Поэтому мы надеемся, что она поскорее доберется в чудо-мобиль и поедет на следующую точку стрима. А я знаю, что она еще сегодня собиралась добираться в Алушту. И я думаю, что и ей было бы интересно, но об этом мы уже расскажем здесь, на работе, или как мы его называем, дома. Ну, что... Ну, в Алуште, в Алуште, думаю, будет потеплее все-таки. И вот смотри, что я еще заметил. Как важно всем сказать, что сегодня пятница. Да потому что, действительно, сложилось так, что для людей пятница – это, ну, прям какой-то особенный день. Очень важно. Это преддверие выходных. А ведь, на самом деле, ну, работать-то в пятницу приходится как и в понедельник, и во вторник, и в среду. Хотя... А многим еще приходится работать и в субботу, и в воскресенье. Есть такие, да, даже прямо здесь, прямо здесь, в этой студии есть такие люди, но о них не будем. Они уже сделали замечательную подборку видео из интернета. Много их хвалить не нужно. Ну, а я еще хочу сказать, что пусть Ксюша собралась на свалушту, а если бы она собралась в Алубку, то знала бы, что скоро, там, совсем скоро, закончится ремонт автовокзала. Он закончится вообще к курортному сезону, но курортный сезон, понятное дело, у нас начинается раньше, чем июнь или июль. Обычно это конец апреля, да, наверное, где-то май. Можно и так сказать. Много туристов, и там абсолютно будет полностью отремонтированное здание, и гости полуострова будут приезжать, смотреть, как у нас здорово, красиво, и приезжать еще раз потом. Курортный сезон в Крыму – это вообще вещь странная, ну, удивительная на самом деле, потому что у крымчана начинается именно с холодами. Если честно, я так много никогда не катался по Крыму, как когда вот в Симферополе уже холодно, слякатью лужи, и тебе хочется поближе к морю, даже к зимнему, даже к холодному, но все равно, как говорит Александр Ткачев, самому синему, Черному морю. И поэтому можно сказать, что, в принципе, полезный туризм, здоровый туризм в Крыму, он весь год работает. Ну, разве что в самые холодные деньки, самых холодных месяцев. Да, ты знаешь, это для крымчана, даже в холодные деньки они могут посидеть дома. Те люди, которые приехали на полуостров, гости нашего региона, они в любую погоду, буквально даже на час, вот из Симферополя мчат в Николаевку, в Валушку, просто для того, чтобы чай попить с термокрушкой. Вот у нас есть коллега тоже, она приехала из Волгограда, и на выходных всегда говорит, ну, как это я, живя в Крыму и обладая таким невероятным богатством, могу взять и просто упустить шанс съездить и просто, ну, не сидеть на море, не попить чай. Вот термокрушка уже, Саша, вот напомнила, стало аж грустно, мечтаю о ней уже, ну, наверное, месяц. Натурально не могу выбраться и выбрать себе какую-нибудь хорошую термокрушку. А это, знаете, плохо, потому что вот еще чуть-чуть, и я уже пропущу сезон, когда с нее можно будет наслаждаться горячим чаем. И тебе на день рождения подарю. Спасибо, день рождения у меня летом, боюсь, что мне должна быть термокрушкой, куда я буду заливать лед. Но вот, чтобы точно понимать, брать ли с собой термокрушку нашим зрителям сегодня, мы прямо сейчас расскажем вам про погоду. Продолжение следует... 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 пусть ненадолго. К привычным делам возвращаемся в совсем другом настроении и состоянии. Именно в такие моменты ценишь настоящее и величественное. Отправляться в любое путешествие лучше всего утром. В том, что ранний подъем с утра – это секрет успеха, говорят не только бизнесмены, но и наука, да и просто здравый смысл. Очень многие лидеры крупных компаний начинают свой день с 3 до 7 часов утра. Однако, если вы правильно не распланируете свое утро, возможность того, что вы не встанете, очень велика. Ранние подъемы приучают человека к занятиям спортом, здоровому питанию и чтению полезной литературы. Просто потому, что утром совсем не хочется тратить время на неполезные вещи. Во-первых, освободите время для сна. Если вы поспите всего 3-4 часа, это вряд ли заставит вас чувствовать себя лучше. Самым полезным для сна считается промежуток длиной всего в 2 часа – с 10 до 12.00. Если вы привыкли ложиться за полночь, то наверняка замечали, что вам сложно выспаться, даже если спите 10 вместо стандартных 7-8 часов. Во-вторых, подготовьтесь заранее. Если вы хотите побегать с утра, то приготовьте форму заранее. Если вы давно не занимались спортом, начать сложно, но если уделить зарядке всего 5-7 минут ежедневно, то это поможет тянуться. Даже такое непродолжительное занятие придаст сил, и вы почувствуете себя лучше. В-третьих, поставьте будильник подальше от кровати, чтобы избежать соблазна еще 5 минуточек. Не ставьте на будильник мелодию, которая вызывает у вас раздражение. Подберите песню с медленным вступлением, которая будет вызывать только положительные эмоции. Через некоторое время и эта песня начнет возлить, но от этого уже никуда не деться. Выпейте стакан воды после 7-8 часов сна вашему организму это явно необходимо. Кроме того, вода разжижает кровь, очищает кишечник от токсинов и регулирует давление. Эта полезная привычка помогает укреплять здоровье. Побудьте в тишине, помедитируйте или представьте, что вам сегодня предстоит, потому что днем у вас такого шанса явно не будет. Постарайтесь не только сидеть в тишине, но и остановить внутренний диалог. Просто отключитесь от шума и почувствуйте умиротворение. Полезный и правильный завтрак значит гораздо больше, чем мы думаем. Не позавтракав, мы чувствуем слабость и недостаток энергии. Не говоря уже о том, что мозг недополучил порцию топлива, чтобы нормально работать. Вот откуда ноги растут у апатии, рассеянности, плохого настроения и даже депрессии. Беритесь за самые трудные задачи. Вы еще успеете ответить на сообщения в интернете, а дела, которые требуют большой концентрации, даются в это время гораздо проще. И снова мы в нашей замечательной, теплой и просторной студии. Напоминаю, что мы прямо сейчас идем в прямом эфире на целых двух телеканалах. Это Первый Крымский и Крым-24, поэтому нас может смотреть вдвое больше людей. Я правильно посчитал? Ну и в любом случае не один час, а целых два часа с 7 до 9. 7 до 9 и мы прервемся, конечно же, на выходные. Всем нужно отдыхать или заниматься какими-то другими делами. Но вот в понедельник, во вторник и в среду мы опять к вам присоединимся и уж тогда держитесь. Мы вам расскажем все самое-самое интересное и самое актуальное. Но и сегодня тенденцию мы менять не будем и поговорим про новости. Конечно поговорим. И начнем с развития туризма, сотрудничества с инвесторами, поддержки регионов. Крымская делегация в пятый раз участвует в российском инвестиционном форуме в Сочи. На этот раз площадка собрала больше трех тысяч политиков и бизнесменов. Какие перемены ждут Крым? Расскажем в следующем материале. Инвестиционный форум в Сочи стал традиционной площадкой для демонстрации экономического потенциала регионов. Крым вышел с мультимедийной презентации, отражающей достижения за пять лет после воссоединения полуострова с Россией. Представлены и возможные варианты для сотрудничества с инвесторами и продукцией республики. Там участок. Дальше идут фотографии, как выглядит на сегодняшний земельный участок, что на нем расположено. В Сочи анонсируют Ялтинский международный экономический форум. В этом году в нем ожидается больше трех тысяч гостей из сотни стран. Все наши друзья и участники, которые участвовали в предыдущих форумах, большинство из них, по крайней мере, из других стран, подтвердили тоже свое участие. Думаем, что представительство будет гораздо шире. Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавлять будет Марин Ля Пен, сегодня наиболее популярный политик во Франции. И на Сирийской Арабской Республике будет представлена Пашар Масадом. Сергей Валерьевич Аксенов сделал ему, президенту Сирии, приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите. Крым не только показал свои возможности, но и заключил ряд сделок. После подписания этого соглашения полуостров ждет еще больше туристов. Крым, Севастополь, Ростовская область и Краснодарский край создадут единую сеть туристических маршрутов «Золотое кольцо Баспорского царства». Он включает 10 городов, половина из которых находится на полуострове. Заключили сделки и в других сферах. С Тульской, Ульяновской областью и Удмуртии. Здесь главное – это личные контакты и обсуждение новых практик, методик, которые уже есть в регионах, в том числе и по реализации национальных проектов. Наверное, вот это главная наша на сегодняшний день цель – делиться практиками лучшими с нами все без исключения. То есть никаких от нас стаин, секретов нет. Наоборот, с чувством уважения и дружбы любую информацию предоставляют. Эта площадка – Сочинский форум. Очень хорошее место, где обсуждаются как раз региональные проекты. Вот мы здесь с коллегами уже с утра и обсуждаем, что у них работает, что не работает. Это чтобы не изобретать у нас в Крыму велосипед, потому что мы все-таки всего пять лет в России. Итог работы крымской делегации в Сочи – масштабные вложения в развитие полуострова. В рамках новых инвестсоглашений под Симферополем появится логистический комплекс. Построят и завод по производству алюминиевых профилей с собственным центром обучения. Эти проекты предполагают значительное вложение инвестиций, порядка шести миллиардов, и создание рабочих мест, естественно. Поэтому считаем, что это будет толчок развития Крыма. С каждым годом все больше соглашений проектов и инвестиций. Но этот форум, как подчеркивает председатель правительства России Дмитрий Медведев, отличается от всех предыдущих. Впервые мы будем говорить о всестороннем преобразовании нашей страны. Причем говорить предельно конкретно. Все, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов. Именно вокруг них в этом году и построили программу форума. Главная цель – повысить уровень жизни россиян и способствовать развитию нашей страны. Задача амбициозная и те вопросы, которые сегодня обсуждали с точки зрения, так сказать, комплексов, системного подхода к национальным проектам, именно как их двигать, четко было сегодня определено, как даже на уровне федеральном, на уровне субъектом работать власти для того, чтобы достичь тех целей, которые поставил предпределитель. Участники акцентировали внимание на том, что многое в реализации нацпроектов зависит от квалификации управленцев. Представители Крыма обсуждали варианты подготовки кадров со своими коллегами из других регионов России. Крымчане приняли участие и в сессии, посвященной финансовой грамотности населения. Рассказали о своих достижениях. Мы один из немногих субъектов, я думаю, даже может быть и единственный, который перенесли все базы данных в Центр обработки документов правительства. И у нас доступ, начиная с поселений, городов, районов и республики, удаленный к так называемым облачным технологиям. А это первый шаг к построению цифрового региона. Впишут в эту систему и национальные проекты, чтобы вся информация была в открытом доступе. Екатерина Серегина, Анна Нечуговская, Елена Носкова и Александр Смычек. Новости 24. Сочи. Ради спасения жизни в Армянске за два дня доноры сдали 90 литров крови. 200 человек пришли к передвижной станции. Мобильный комплекс из Симферополя дает возможность в любом месте любому желающему сдать кровь, а значит, помочь в будущем спасти чью-то жизнь. Наш собственный корреспондент в Армянске Евгения Довжик следила за тем, как доноры выстраивались в очередь. Владимир Верещак, один из 300 почетных доноров Армянска, впервые сдал кровь еще в юности и спас жизнь коллеги. Несчастный случай у нас был на работе и пришлось в Симферополь. Мы поехали в Кичкемецкое больнице возле Москальца. Сдавали сварщику кровь. И потом так пошло. В течение 20 лет он сдавал кровь в больнице Армянска. Здесь было все необходимое оборудование и специалисты. Это операционное отделение переливания крови в центральной городской больнице Армянска. Еще несколько лет назад сюда приходили доноры для того, чтобы сдать такую важную для всех кровь. Однако уже на протяжении последних пяти лет это помещение пустует. И доноры вынуждены ездить в Симферополь для того, чтобы сдать кровь. Причина проста. В местной больнице Армянска нет врача-трансфузиолога. На базе этого отделения мы организовали кабинет трансфузиологии, где работает медседра, которая занимается организацией, заказами на кровь, на плазму, которая необходима для наших экстренных и плановых больных. С 2018 года в республике работает современный мобильный комплекс по заготовке крови. Здесь, как и в больничном отделении, доноры сначала заполняют анкету, им измеряют давление, определяют уровень гемоглобина и другие показатели. Но стать донором могут не всем. Если он страдал, когда-то перенес инфаркт миокарды, инсульт, туберкулез, то это, конечно, противопоказано. Какие-то инфекции, это сифилия, спид. На все это мы осматриваем. Мы еще потом их обследуем. Не стоит приходить к мобильному комплексу тем, кто в течение последнего месяца делал прививку или татуировку. Не подходят также те, кто недавно удалял зубы. Всем остальным зеленый цвет. В их числе Андрей Малецкий. Все правила донора знает наизусть. Сдает кровь каждые два месяца. Моя кровь кому-то поможет и жизнь кому-то спасет. Не знаю, это же уже дальнейшее. Не приугадаешь, кому она попадет. Ребенку, взрослому, пенсионеру и так далее. Таких, как Андрей, в Армянске много. Но есть и те, кто пришел впервые. За два дня работы мобильного комплекса кровь сдали 200 человек. Мобильный комплекс службы крови оборудован всем необходимым. Одновременно в операционной может находиться до пяти человек. Каждое кресло оборудовано специальными весами, а также специализированными датчиками, по которому можно наблюдать состояние здоровья донора. Собранный материал хранится в холодильниках. После его отправляют в центр крови, где делают исследования и замораживают. Каждый миллилитр красного золота для кого-то станет спасительным. Группы крови есть редкие, но есть широко распространенные. Но и люди болеют точно так же одинаково. И с редкой группой крови, и с часто встречающейся. Поэтому кровь любая нужна всегда. И востребована всегда. В прошлом году мобильный комплекс по заготовке крови совершил по Крыму 26 выездов. В этом году число планируют удвоить. Евгения Довжик, Елена Носкова, Дмитрий Лалетин. Новости 24. Армянск. Ну, есть у меня новости и для тебя, как и для музыканта, Артем. В Феодосии в эти выходные пройдет музыкальный фестиваль «Мир созвучий». Это фестиваль камерных и фортепианных ансамблей. Очень интересно. На него можно будет попробовать попасть, сходить, если работа позволит. Но на самом деле сходить можно много куда. И об этом прямо сейчас вам и расскажем. На сцене театра имени Горького комедия Лопе де Вега «Собака на сене». В этой классической комедии герои любят, ревнуют, интригуют. Проделки ловкого слуги, переживания обманутой женщины, сословное неравенство и снова любовь. На сцене ведущие актеры театра. Начало спектакля в 19.00. Продолжительность представления – два часа. И еще один спектакль в это же время состоится в театре имени Горького. «Выходили бабки замуж». Комедия и смешная, и грустная одновременно. Главными героинями стали четыре подруги-пенсионерки, которым пришлось делить одного завидного жениха между собой. Начало спектакля в 19.00. Продолжительность – два часа. А в музыкальном театре состоится мюзикл «Три мушкетера» по мотивам романа Александра Дюма. Это динамичное и зрелищное шоу для всей семьи. Головокружительные танцы, захватывающие бои на шпагах. Все это можно будет увидеть на сцене музыкального театра в 18.30. Продолжительность мюзикла – 90 минут. В кинотеатрах с 14 февраля в прокат вышла российская комедия «Семь ужинов». Это романтическая история о том, как муж пытается наладить отношения со своей женой после пяти лет совместной жизни. Он уговаривает провести с ним семь не совсем обычных ужинов. Но все не так просто, и на пути появляется конкурент. Главный герой не сдается и продолжает бороться за свою любовь. В главных ролях – Полина Максимова, Роман Курцын и Елена Яковлева. Продолжительность сеанса – 90 минут. Картину можно будет посмотреть в течение всего дня. Саша, а вот угадай, что? А угадаю, нет? Не угадаешь? А я скажу. В Новокузнецке вот выпал черный снег. С чем это связано? Как активированный уголь. Как активированный уголь. Да, возможно даже этот снег помогает при пищевых отравлениях. Но нет, это, конечно, все шутки. И это вряд ли. Вот. А что точно не шутки, так это цены на топливо. Послушайте меня. Прямо сейчас я вам о них и расскажу. Вообще, знать цену на бензин обязательно. Где-то можно сэкономить, а где-то можно заправить немножко больше топлива. Я думаю, для вас известна картина, когда кто-то сдержит пистолет в баке до последнего, лишь бы залить как можно больше. Так вот, газ, конечно, так залить не получится. Да и стоит он 28 рублей 19 копеек. Самый дешевый в нашем списке. Дизельное топливо дороже. 51 рубль 27 копеек. Кстати, интересно, получается ли действительно экономить на двигателе, который работает на дизеле. У меня такого автомобиля никогда не было. 92-й бензин стоит 47 рублей 17 копеек. Подешевле дизеля. А вот 95-й дороже 92-го. 50 рублей 21 копейка. Но все еще дешевле дизеля. Интересная экономия. Думаю, дело в расходе. 98-й, традиционно роскошный дорогой бензин для ваших болидов и мустангов стоит 56 рублей 59 копеек. Ну, а если у вас есть мустанг, то вы наверняка хотите ориентироваться в курсе валют, а об этом прямо сейчас. Что касается доллара и евро, ситуация, конечно, интересная. Доллар стоит 66 рублей 54 копейки. Судя по стрелочке вверх, он немного вырос. Ну, не страшно, евро ему не уступает. 75 рублей 0,4 копейки. Скажу вам так, следим за курсом довольно-таки часто, сообщаем вам о нем каждый день. Он то поднимается, то падает. Это, пожалуй, естественно для рынка валют. Что еще естественно, так это желание разбираться во всем этом. Во-первых, это необходимо знать, если вы работаете, если ваша профессия хотя бы как-то связана с экономикой и с финансами. Да и в целом, мне кажется, полезно. Вот, Саш, ты водишь вообще? Скажи, пожалуйста. Я вожу, а ты знаешь, что еще одна такая известная достаточно автомобильная марка выпустила функцию для автомобилей и собак. Ну, чтобы, короче, там сделали удобный микроклимат для животных, то есть эту функцию встроили в электронику машины, и то есть там будет табло, которое будет передавать информацию для прохожих, что собака находится в комфортных условиях, ну, так можно и с котами, и с попугаями, и все, что хочется. Да, да, я представляю, теперь на вопрос, Саша, ты водишь, ты можешь отвечать, вожу и я, и моя собака, да, и не только, или специальных педалек там нет, исключительно табло. Мне кажется, когда мы сможем себе позволить автомобили этой известной марки, тогда и посмотрим. Так вот, я к чему спрашивал, часто ли ты смотришь на цену на топливо, когда ее заправляешь, или просто у тебя есть заправки, которым ты доверяешь, и ты приезжаешь туда и просто заливаешь на сколько есть? Я вообще практически не смотрю, если честно, на цены на топливо, а у меня всегда заправляется супруг. А, вот повезло. Такое распределение. Супруг, скорее всего, прямо сейчас сидит и слушает, что же я там рассказываю ему про эти цены на это самое топливо. Ну, и правильно. А еще будет правильно узнать, что там происходит на дорогах, да и не только Крыма и Симферополя в частности. Прямо сейчас расскажем вам, что там запечатлели пользователи сети. Сообщение о том, что на трассе Таврида появятся новые дорожные знаки, активно обсуждают в соцсетях. Большинство пользователей радует факт взаимодействия строителей, дороги и водителей. Свои пожелания может составить каждый, отправив письмо в службу автодорог Крыма. Количество ДТП на перекрестке улиц Красноармейская, Чехова неумолимо растет. Запомните, двигаясь по Чехово, вы должны уступить дорогу. Там висит целых два знака, указывающих на это. Будьте внимательны. Участок трассы Дубки-Леводки открыт. Движение на развязке в районе улиц Героев Сталинграда изменилось. Не забывайте об этом. Пользователи отмечают, что многие по привычке едут по старой схеме. Даже прозвище для таких водителей придумали. Англичане. Стоило опубликовать схему ремонта автодорог Симферополя на 2019 год, как лавина комментариев, хлынула в социальные сети. Мнения разделились. Некоторые предрекают транспортный коллапс. Ведь сделать 65 улиц без ограничения движения невозможно. Часть пользователей пишут о том, что ремонт необходим. И лучше немного потерпеть, но потом наслаждаться ездой по нормальным дорогам. Крымчане не перестают удивляться красотой полуострова. На побережье начинают цвести деревья. А в горах продолжается лыжный сезон. Снега много. Погода радует. Впереди выходные дни. Поэтому, не забывая правил безопасности в горах, отправляемся на природу. Знаешь, а ведь прямо сейчас на улицах города есть человек, у которого есть и шансы снять видео, которое может попасть в нашу следующую рубрику. Мне кажется, может, так и произойдет. И с нами, по идее, на связи уже Ксюша. Да? Шарапановская, Ксения. Ксюша, снова здравствуй. Доброе-доброе пятничное утро. 15 февраля. Но на улицах по-прежнему холодно. Минус 2. Я признаюсь, уже очень замерзла. Не чувствую кочеков пальцев. По ощущениям, действительно, даже, наверное, не минус 7, а минус 10. Но ровно год назад, 15 февраля, было плюс 12 градусов. Хотя нам, крымчанам, я считаю, грех, конечно, жаловаться на плохую погоду. Я прогуливаюсь вдоль реки Салгир, по улице Гагарина, недалеко от сюда вокзала. И хочу обратить ваше внимание на дороги. Здесь на тротуар непосредственно жалуются местные жители. Ну и не мудрено. Давайте посмотрим, как обстоят дела. Вот мы видим ямы, да? Прям, да, целые, действительно, кратеры. Положили плитку, на нее асфальт, и, видимо, не только его. Тут местные жители попытались как-то сознательно подойти к вопросу и подкинуть щебня. Но тщетно, к сожалению. Место ведь красивое. Рядом с вокзалом находится. И выезжающие мимо приезжие, что очень важно, обращают наверняка на это внимание. И вид, мягко говоря, неэстетичный. Но давайте вернемся все-таки к позитиву. Ну, пятница, у нас выходные впереди. Власти, надеюсь, и так скоро обратят внимание на этот участок дороги. Уточки у нас плавают, им погода нипочем. Ну, а вы, друзья, одевайтесь, тепло не совершайте моих ошибок. Я очень пожалела, что не надела шапку и перчатки. Хорошего настроения, хороших выходных. В студии уверена сейчас тепло и уютно. Передаю вам слово. В студии не только тепло и уютно, а еще и в студии все поражены, как же Ксению удается сохранять вот этот свой заразительный позитив. Целый день она его собонесет, говорит, у меня замерзли кончики пальцев, улыбается так, как будто бы это самое счастливое событие за сегодня. Да, может быть, я с утра в любви признались. У тебя часто в любви признаются? Мне в любви признаются редко, но, знаешь, зато я это очень ценю, потому что признания эти всегда честные, искренние, а главное, они исходят от тех людей, которым бы я хотел признаться. Хотя, вот знаешь, лично я это делаю с легкостью. Ну, я тот еще болтун, но каждый раз, это искренне, послушайте меня, я говорю вам правду. Каждый раз, когда я говорю, что я кого-то люблю, это искренняя правда. А знаешь, кому гораздо чаще в любом случае, чем мне, тебе, всем моим родственникам твоим тоже признаются в любви? Интересно. Алисе. И не Троян, а голосовому помощнику Алисе. В общем, за эту неделю, за последнюю неделю таких признаний накопилось около 350 тысяч просто слов «я тебя люблю, и ты мне нравишься». Вот интересно, как Алиса угождает людям, что так много откликов, так много обратной связи? Совершенно не знаю. Я Алисой не пользовался, но ты знаешь, теперь мне почему-то хочется сказать Алисе, вдруг она говорит что-то сверхприятное в ответ. Знаешь, спасибо, я тебе тоже, хорошего тебе дня или что-нибудь подобное. Кстати, возможно, Ксения пользуется Алисой, поэтому она настолько позитивная была с утра. Или поэтому приедет сегодня с прямых эфиров в редакцию и скажет «Артем, вот, наверное, давай и ты тоже, и ты такой, Алиса, ты мне нравишься». Она говорит, у тебя красивые кудри, и все, ты растаял. Да, и вот у тебя красивые кудри, это, пожалуй, самое приятное, что я могу услышать. Ну, правда, еще приятно посмотреть сюжеты, которые для нас с вами сделали наши замечательные корреспонденты. Вот, например, следующий сюжет расскажет о том, чем же сегодняшний день такой особенный, и, возможно, почему у Ксении такой хороший заряд позитива. Сорок дней спустя после рождения по закону Моисея богомладенец был принесен в Иерусалимский храм. Много десятков лет этого трогательного события и пришествия в мир Мессии ждал праведный старец Симеон. Он благодарит Бога, что, наконец, пришло то время, когда он встретил Христа-младенца, когда он встретил Мессию-спасителя, радуется с тем, что, наконец-то, его земная жизнь закончится. Наконец, он встретится с тем младенцем в жизни вечной. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, возглавивший праздничную божественную литургию, после службы осветил свечи в изобилии в этот день, принесенные верующими в храм. В этот праздничный день мы также унесем в свои семьи святые сретенские свечи, которые освящаются в память установленной Моисеем обязанностей. Приносить в жертву Богу всякого первенца, и также как знак очищения мира истинным светом Христового Евангелия. Владыка Лазарь поздравил юных прихожан с праздником православной молодежи, установленным в марте 2002 года синодом Русской Православной Церкви на всей канонической территории Московского Патриархата. До церкви я тоже был, как и все, не ходил в храм, думал, зачем это нужно, но потом как-то меня Господь привел в храм, и я здесь нашел частичку той теплоты, которой мне не хватало. Владыка пожелал юношеству веры, любви и силы следовать путем Евангелия, искренне молиться Богу и обращаться к Нему за помощью, учиться по-настоящему любить окружающих людей и воспитывать свою волю в добре. Ну, в такой погожий день стоит, наверное, и какую-то душевную доброту проявить не только к людям, но и к животным, и об этом в нашем следующем материале. Выберите Амиго. Пес очень позитивный. Он ждет своего человека. Он будет вас любить всем сердцем. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. Хочу сказать, что прекрасно, что есть средства массовой информации, есть сеть, которая позволяет вот такие трогательные фотографии, да и в целом трогательные сюжеты истории передавать из рук в руки. Я знаю, что волонтеры очень часто забирают животных на передержку и прочее, а все благодаря чему, ну, потому что есть интернет. И в связи с этим у меня вопрос. Саша, сколько времени ты проводишь в интернете ежедневно? Я провожу часа четыре, пять, шесть, я не знаю, не буду врать, но в основном это все по работе. Вот здесь, правда, не совру, потому что я могу, конечно, какой-то личной переписке уделить, возможно, минут двадцать в день, потому что чаще всего я говорю по телефону именно не пишу, а все остальное это мониторинг информации, социальных сетей, и в целях не просто праздновала любопытство, как у некоторых, я не говорю конкретно про тебя. Так у некоторых Александра смотрит на меня и говорит, что про меня не говорит. Спасибо. Знаешь, а вот скажи честно, а я совершенно отвык общаться по телефону, вот настолько привык я к этим мессенджерам, перепискам и прочему, что когда я кому-то звоню, думаю, блин, ну, наверное, это же неловко, наверное, я могу отвлечь человека, может быть, ему неудобно говорить. Так гораздо быстрее позвонил, сказал, положил трубку, все, поканчиваешь, тыкаешь, тыкаешь, и ты не уверен, что человек тебя увидел, услышал твое сообщение. Может быть, нет, ну, конечно, ты сидишь потом и читаешь мантры над сообщением, чтобы увидеть заветное прочитанное. Но, понимаешь, просто с моим графиком у меня столько дел, что каждый раз, когда мне кто-нибудь, когда кто-нибудь набирает меня по телефону, я то ли готовлю что-нибудь одной рукой, то ли что-нибудь сочиняю, что-нибудь шнурки завязываю, стилю постель, и поэтому застилаю. И поэтому каждый раз это так, ну да, занят, ладно, есть минута, говори по-быстренькому, поэтому мне проще написать. Вместо того, чтобы застилать постель, знаешь, я тебе лайфхак расскажу, я быстрее убегаю из дома первой, чтобы это сделал за меня кто-то другой. А за меня это делать некому, и к другим позитивным новостям. Мы подобрали для вас самое интересное видео в сети. Герои среди нас. Мопедист перекрыл движение транспорта, чтобы пропустить старушку. На видео пожилая женщина пытается перейти дорогу, но плотный трафик не позволяет ей перебраться на другую сторону. Один из участников потока, заметив пешехода, берет ситуацию под контроль. Удивительно, но некоторые автомобилисты все равно пытаются объехать героя. Продается дом с видом на океан. Ролик с таким поразительным сооружением разлетелся по сети. Конструкция представляет собой нечто наподобие баржи, на борту которой установлен жилой дом. Впрочем, судя по его состоянию, сейчас в нем никто не обитает. Жаль, но, увы, океан не всегда выглядит привлекательно. Виной тому человек. На видео попали кадры мусорных волн у берегов Индии. Сотни тонн пластика и прочих отходов ежедневно выбрасывает на сушу. Сквозь полимеры не видно даже воду. Зрелище ужасающее. Надеемся, процесс обратимый. Любопытный пес стал виновником пожара. Четвероногий нашел зажигалку и каким-то чудом умудрился ее поджечь. Пламя нисколько не смутило животное, а напротив, вызвало интерес. Лишь когда огонь разгорелся не на шутку, поджигатель решил отступить. Действительно, такое не каждый день увидишь. За рулем нужно быть внимательным, особенно если ведешь крупногабаритный транспорт. На видео водитель автокрана, видимо, забыл, что сбоку торчит приспособление. В итоге он на полной скорости задел одну из запор заставы. Результат не заставил себя ждать. Надеемся, никто не пострадал. И напоследок. Золотистый ретривер пытается добиться ласки от медных фигур. Видимо, настолько искусно постарался художник, что их не отличишь от настоящих. А может быть, ему и вовсе не важно, живой ты или медный. Главное, чтобы человек был хороший. Будьте добрее. Вот настоящий спортивный интерес у меня вызывает. Что же за загадочный незнакомец собирает такие прекрасные видеоподборки? Ну, точно, не Никита Крылов, потому что он сегодня занят. То, что Никита Крылов собирает другие прекрасные подборки, но голос у него другой. Немножко посвежее и пободрее, да? Ну, у тебя просто чуть пониже он несколько. Более меланхолично, ну что уж там, как бы рыцарь печального образа, как ни крути. Хотя чаще всего так можно назвать себя, когда посмотришь на твои путешествия меланхолично. Так я же про себя, я про себя, Саша, я про себя. Да, Никита нет, Никита у нас замечательный, веселый, позитивный. Вот такой же, как Ксения, лучших света в нашей команде, вот в облачке кучерявой тьмы, да? Да, люди, на которых можно смотреть, улыбаться и наслаждаться просто тем, что ты живешь. Вот больше ничего не надо, мне кажется. Ну, мы пока болтаем, а празднуем, а нас уже ждет гость. И у нас сегодня в гостях Сергей Александрович Гнездыло. Это начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы спорта, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович, ну, знаешь, что сейчас или ремонтируют, или реконструируют, либо собираются это делать стадион «Локомотив», да? Правда? Так точно, да. Сейчас стадион «Локомотив», уже первая фаза у нас реконструкции подходит к завершению, уже завершена. У нас в конце года уже постелят футбольное поле, и стадион будет готов к принятию обратно чемпионата Крыма, Крымского футбольного союза по футболу. Ну, там, получается, и дорожки, да, вот, по которым бегают вокруг, или только поле? Нет, и беговые дорожки тоже, конечно, у нас легкотлеты этого ждут с нестерпением, потому что у нас один только стадион «Фиолент», где можно, как говорится, заниматься легкой атлетикой, проводить соревнования атаками. Теперь будет и Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым. Масштабные вообще работы, да? Масштабные, да. Ну, вы неоднократно уже в сюжетах показывали реконструкции, реконструкция идет, будем ждать ввода в эксплуатацию. Кстати, хотелось бы добавить, что и вторая очередь нас ждет реконструкция стадиона «Локомотив» более глобально. Это уже будет и реконструкция трибун, табло, подсобных помещений, также будет строительство фока, ну, и необходимых помещений для занятий разными видами спорта. Ну, я нередкий гость, на самом деле, стадиона, но последние полгода только, возможно, там не была, потому что там либо проходят масштабные спортивные мероприятия, ну, различные спортивные федерации, либо ГТО, где тоже участвовала, поэтому и с дорожками тоже знакомая, при том, что тогда команда «Крым-24» заняла даже первое место. Да, мы это помним, тоже участвовали команды именно спорта. Да. Ну, и вот как оказалось, да, «Крым-24» взял и на первое место пришел. Да все потому, что, наверное, занимались в свободное время на стадионе «Фиолент», который, да, поменьше, поудобнее попасть туда. Да, локомотив, кстати. У нас большинство коллег занимались именно на стадионе «Локомотив». То есть прямо на «Локомотив» можно попасть в выходные дни, да, и побегать, позаниматься и прочее? У нас открыт с 6 утра и до 10 вечера, конечно. Ух ты, как замечательно. Просто я был прихожанином стадиона «Фиолент», хотя по мне и не скажешь, я понимаю. Я и совершенно не знал, что «Локомотив» также открыт для свободного доступа. Все объекты, даже в Ялте «Авангард» и в «Паторе», пожалуйста, для населения приходите, занимайтесь зарядкой, пробежкой. Вот я не знал, а, возможно, некоторые горожане знали. Об этом мы спросили у них на улицах. Вообще, что они думают о стадионах в городе прямо сейчас? Если нормальный стадион будет, так и нужен будет. Спорт остается спортом. Стадион обязательно надо реконструировать, чтобы он был, типа, современного должен быть. Я, честно, не знаю, я приехал из Москвы две недели назад. Я был на стадионе «Локомотив» лет пять назад на футбольном «Тавре», да, у Симферопольской команды была. И, ну, было нормально. А если его еще реконструируют, будет вообще замечательно. Ну, во-первых, по-любому нужны спортплощадки, и их нужно реконструировать для того, чтобы, ну, больше людей занималось спортом. Потому что спорт – это все-таки надо. Я думаю, что для спорта это, конечно, важно. Для молодежи, соответственно, тоже, так как все смотрят за этим, да, в интернете и везде. Конечно, полезно. Я только за. Спорт – это, да, надо детям в любом, да, любому человеку в любом возрасте спорт очень важен. Ну, и замечательно, наоборот. Я думаю, это в нормальном состоянии будет. Мы, кстати, живем возле него, ну, для развития спорта в дальнейшем, да, чтобы наши дети также ходят туда на футбол, занимаются в секциях. Ну, это нужно. К нам стадион рядом. Да, Жайка? Будешь бегать на стадион? Ты же спортсмен. Ну, конечно, нужно. Мы всегда за футбол. Ну, мы тоже, на самом деле, всегда за спорт. И действительно, очень много спортивных площадок сейчас появилось по городу. Это даже просто возле какого-то двора. Не какого-то, а в большом количестве дворов. А вообще количество юных спортсменов у нас выросло? Конечно. У нас вот мы провели статистику сейчас по отчету 1ФК. У нас за прошлый год составило 80 тысяч занимающихся по Республике Крым. 80 тысяч? Да. И я хотел бы отметить, что вот именно обучающиеся от 6 до 18 лет составляют 85%. Мы даже превысили некоторые регионы других субъектов Республики, субъектов Российской Федерации. А вот тем, кому 27-то, не больше? В этом у нас немножко сложнее. Где-то у нас сейчас в пределах 50-55%. Ну, надо пополнять, значит, увеличивать вот эти проценты, надо догонять, потому что 27 еще можно и бегать, и еще ничего не скрипит и не болит, хочу сказать. У нас майские указы президента до 55% в 2024 году мы должны достичь этого уровня. Ну, это, как я понимаю, люди, которые занимаются официально, да, на каких-то секциях или где-то. Ну, это вот статистический отчет, да, именно те, кто... Учитывая людей, занимающихся физкультурой дома, возможно, на стадионе какой-то школы. Кстати, вот это для меня особенно интересная тема. Живу возле школы, стадион вроде как открытый, но вот охранники гонять гоняют. Стадионы, прилегающие к учебным учреждениям, они как вообще, тоже открытые или они принадлежат только школе? Нет, они принадлежат только школе. У нас есть договоренность, допустим, сами понимаете, что сейчас вся инфраструктура у нас это в основном школьная, где проводятся тренировочные мероприятия, даже спортивные мероприятия. Это на базах общеобразовательных школ. И там в связи с антитеррористическими защищенностью только имеет доступ именно ребенок, который там занимается. У нас там кружки, тренера работают, мы совместно с образованием, конечно, им огромное спасибо, что предоставляют залы, с нашими и с ихними детьми проводим одну и ту же работу. Ну, это и правильно, чтобы никто не мог зайти и ребенка никуда вошли. Ну, либо очень быстрый атлет, который просто не поймает охранник, он быстро набегает все необходимые круги через забор шмыг. Ну да, так делать ни в коем случае не будет. Но не будет, я думаю, нормальный атлет, и ничем таким заниматься. Нет, конечно, нормальный атлет пойдет на локомотив, вот отреставрированный, и замечательно, да? Может быть, и я когда-нибудь пойду. На фиолент, да. Вот, ну, Саш, мы пойдем с тобой вместе, давай мы заручимся, что обязательно, и на следующих соревнованиях по ГТО опять займем первое место, а может быть даже... Я-то каждый день супругу обещаю, мы пойдем с тобой. Да, 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 я просто так задумался, займем ли мы первое место, оценил свои способности, подумал, что вряд ли, но пообещать, поэтому обещать не буду. Спасибо вам большое за беседу. Я напоминаю, что с нами был Сергей Александрович Гнездыл, это начальник управления спорта, высших достижений, спортивно-массовой работы спорта. Спасибо вам огромное за беседу. И вам большое спасибо, но нам есть, что вам рассказать и показать. Ответственными и важными делами занимаются не только спортсмены, а люди разных профессий. Об одной из них, пожалуй, одной из самых сложных прямо сейчас. Время неумолимо отчитывает часы, дни и десятилетия. Ровно 30 лет назад начался вывод советских солдат из Афганистана. Когда в декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан для поддержки дружественного коммунистического режима, никто и представить не мог, что война затянется на долгих 10 лет. Около 15 тысяч советских воинов, выполнявших свой интернациональный долг, пали на полях сражений. Через Афганистан прошло более 5000 крымчан. Из них 169 человек погибли, трое пропали без вести. Многие остались инвалидами. «Самое ужасное – посещать в госпитале раненых сослуживцев и видеть, как погибает твой друг», рассказывает школьникам Симферополя генерал-майор в отставке Александр Волков. Мы не смотрели, кто там, ты русский, татарин и так далее. Поэтому погибло у нас меньше. У нас боевое братство было. По национальности мы там не делились, мы все едины были и носили одну форму. Александр Волков родом из Рязанской области. В Афганистан он попал в 38 лет. Для него, как и для многих солдат и офицеров, главным на войне было поддержка друзей и семьи. Ждали дети, жена. И тоскливо было возвращаться в Афганистан после первого отпуска. А первый отпуск у меня был в 1985 году. В 1985 году я улетал с Домодедова, с аэропорта. Видел, как жена стоит плачет. И дети тоже. Такая тоска была. Ну, что поделаешь. Военная служба есть, военная служба. Говорит, страшно было. Ну, конечно, страшно, но человек привыкает ко всему. Своими воспоминаниями поделился и участник боевых действий Владимир Поляков. В самом начале военных событий он был направлен на юг Афганистана, в Кандагар. Нас не все однозначно по-разному воспринимали. Во многих селах, когда мы входили в Афганистан, нас встречали национальными музыкальными инструментами, радовались, танцевали. У других, вот в Кандагаре на юге, нас немножко настороженно встретили. Запомнилось, конечно, что очень хорошо относились к афганскому населению наши молодые солдаты. У меня была такая ситуация, когда, скажем так, наши противники, как мы их называли, душманы, подорвали мост возле Кандагара. А мы совершали марш на бронетехнике. Ну, и две большие машины, бурбухайки, застряли на подорванном мосту. Мы, значит, плавь преодолели реку, ну, а мои солдаты стали просить, давайте вытащим эти бурбухайки. Говорю, посмотрите на этих ребят, потому что стоят бородатые, смотрят на нас так, это очень злобно. Не знаю, что от них ожидать и прочее, значит, но чуть ребята чуть не плачут. Давайте их вытащим. Мы вытащили две машины. Эти местные афганцы, которые смотрели на нас очень настороженно, значит, немножко расплылись в улыбке. Подошли наших солдат, угостили дынями, арбузами, которые были загружены эти машины. Встреча ветеранов-афганцев со школьниками – ежегодная традиция. Ребята знакомятся с очевидцами боевых действий, слушают их рассказы о войне и внимают напутственным словам ветеранов. Каждый молодой человек должен вырасти, быть готов в определенное время защитить свою сторону, своих родителей и свою семью. 15 февраля – важная дата в истории нашей страны. В этот день, в 1989 году, последний советский солдат покинул земли Афганистана. Можно долго спорить о целесообразности участия наших военных в том конфликте. Но одно бесспорно – они с честью исполнили приказ Родины. Ну и только что перед материалом о наших мужественных соотечественниках мы говорили о спорте. Ну и возвращаясь немножко к теме спортов, хочу поговорить о пельменях. Поговорим о пельменях. Проявляется моя натура немножко просто. И я расскажу, что Роскачество не нашло пельменей высокого качества в российской рознице при проверке пельменей. Не нашло? Нет, нет. Ну, мол, нет пельменей у нас на рынке, которые достойны знака качества. То есть из-за чего? Обычно среди основных проблем либо остатки антибиотиков мяса и подмена заявленных на этикетке ингредиентов, ну, а это же серьёзное нарушение, так делать нельзя. То есть что написали, то и должно быть. Либо, например, ингредиенты более дешёвые аналоги. То есть это крахмал какой-нибудь некачественный, запустители. Маргарин место массово, полагаю. Да, то есть и в частности в двух случаях из 48, на минуточку, обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, и в 9 из 48 выявлены незаконные компоненты, то есть те, которых не должно было быть в этих пельменях. То есть в говяжьи, допустим, добавляли курицу. Я надеюсь, что вы с ртути с ураном, потому что это будет вообще что? Это будет быстро и питательно. Конечно. Но это хороший урок нам всем, потому что никто не приготовит для вас так вкусно, как вы сами, либо ваш любимый человек. Не ленитесь. Раз уж едите пельмени, я вот таким вот достижением похвастаться не могу, но раз уж едите, давайте, постарайтесь, делайте их сами интересно, увлекательно. Или едьте к бабушке с дедушкой. Да, или едьте к бабушке с дедушкой. Понимаю, время есть не всегда, а особенно, если вы стоите в пробках, хотите узнать о пробках, тогда следуйте за мной. Сейчас мы о них и поговорим. Давайте посмотрим, на что же похож наш родной Симферополь. Ну, а похож он сейчас на настоящую палитру художника-авангардиста. Не просто так. Зеленый, желтый, красный. Местами я даже видел черные кусочки. Полагаю, что это мосты или что-то подобное. Смотрим на центр города. Давайте посмотрим, что там. Проспект Кирова желтый, абсолютно желтый. Даже по февральскому, ведь у нас и февраль-то такой желтый, серовато-желтый. И вот улица Ленина красная. Кстати, между прочим, мы на улицу Ленина смотрели во время стрима, и уже тогда мы могли догадаться, что, ну, цвет будет красный. Что там на улице Киевской? Ну, вот улица Киевская прямо перед детским парком, как всегда, традиционно, посмотрим, стоит в пробках. Ну, неудивительно. Люди уже едут на работу. Все собрались, потому что есть куда спешить. В целом, если мы посмотрим на картину с высоты птичьего полета, даже выше, наверное, с высоты полета спутника, мы видим, что объездные, как всегда, зеленые. Что я хочу сказать? Садитесь в автомобиль пораньше. Ну, чтобы это сделать, нужно, соответственно, и проснуться пораньше. И едьте, пока город еще зеленый. Ну, это часов в семь, наверное, утра, может быть, полвосьмого. Сейчас Артем посоветует вставать еще, может быть, в пять утра, чтобы в шесть не ехать, да? Ну, в пять это, ну, и кому-то, возможно, и нужно. Вот. А если вы уже вышло так, что попали в пробку, держите себя в руках, не нервничайте. Всякое бывает, опоздали, признайтесь честно, я не виноват. Пробка. Самый правильный подход, я считаю. Но так, мне кажется, было всегда. Даже когда пробок не было, в опозданиях мы винили кого угодно. Но только не себя. Только не себя, потому что на меня напали дикие собаки, если говорить про прошлые времена, да, или там. Я споткнулся, разбил нос, я переводил бабушку через дорогу. Мой мамонт застрял в торфяном, в болоте, да, и прочее. Ведь было столько всего. И о том, что было конкретно в этот день, в пятницу, 15-го числа, ну, тогда это было не пятница, полагаю, да. И что-то я допонимаю в числах. Прямо сейчас и поговорим. 15 февраля, начиная с 2011 года, в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана. Более 100 тысяч военнослужащих вернулись на родину в течение года. Так завершилась длившаяся почти 10 лет война. Всего за это время погибло более 15 тысяч советских солдат. В честь этой даты во многих российских городах пройдут торжественные и памятные мероприятия. В этот день родился философ, физик, математик и астроном Галилео Галилей. На его счету немало гениальных открытий, в том числе телескоп и микроскоп. Его астрономические труды показали, что предыдущие представления о системе мира ошибочны. 22 июня 1633 года Галилею, стоя на коленях, пришлось отречься от своих выводов. Но и это не отменило домашний арест и надзор Инквизиции. Реабилитировали великого ученого только в 1992 году. Понтифик публично принес извинения и вернул ему право быть законным сыном церкви. 199 лет назад физик Ганс Эрстетт обнаружил магнитное действие электричества. Открытие прошло во время лекции. Студенты увидели, что электрический ток, проходивший по проволоке, воздействует на магнитную стрелку компаса. Так появилась новая наука электромагнетизм. После своего открытия Эрстетт стал всемирно признанным ученым. Также 15 февраля 1942 года родилась Нонна Терентьева. Русская Мэрлин Монро запомнила зрителям по таким картинам, как «Самый медленный поезд», «В городе Эс», «Крах инженера Гарина» и «Королева Марго». Нонна Терентьева была не только талантливой актрисой, но еще и писала стихи и сценарии. Выступала с концертами, пела на английском языке песни из репертуара Эллы Фиджераль и Дюка Эллингтона. В памяти наших соотечественников она навсегда осталась самой красивой женщиной своего времени. Сегодня свое столетие празднует Большой драматический театр, один из первых созданных после Октябрьской революции. БДТ был организован по инициативе Максима Горького, который говорил, «Зрителям необходимо показать человека, о котором он сам и все мы издавна мечтали. Человека-героя, рыцарски самоотверженного, страстно влюбленного в свою идею. Человека честного деяния, великого подвига». Выдвинутый Максимом Горьким лозунг героическому народу «Героический театр» получил воплощение в репертуаре БДТ. В этот день, в 1895 году, по инициативе сестер Гнесиных, основана первая в России музыкальная школа для детей. Старейшие классы училища, фортепиано и струнные инструменты. Постепенно появляются новые дисциплины – гармония, энциклопедия, сальфеджио и элементарная теория, хор и ансамбль. Программа создается с чистого листа, как и многие этюды и пьесы. Елена Евгения и Мария Гнесина стали первыми преподавательницами. Здесь учили Людмила Азыкина, Евгений Кисин, Любовь Казарновская, Иосиф Кобзон и многие другие, чьи имена теперь попали на страницы музыкальных учебников. Смотрел я на эти пробки и думаю, картина все-таки отличается от вчерашней. Вот думал-думал, пока шоу «Хронограф» понял, да потому что холодно стало натурально, и люди все быстренько посадились в автомобиль, и они, видимо, вышли на радостях, думают, ну вот и февраль к концу уже подходит, считай, ну к середине так точно. А тут вот и мороз, ну со мной так и вышло, что уж там, признаюсь. И, конечно же, все они вместе повалили на эту улицу Кирова, Ленина, даже на Киевскую, ну потому что надо одеваться тепло. Ну а тем, кто еще не вышел из дома, настоятельно рекомендуем надевать и сами теплее. Не забудьте о шапках, перчатках, шарфах. И главное, одевайте теплее своих детей, потому что лучше надеть больше, чем замерзнуть. Как у нас сегодня Ксюша замерзла. Совершенно верно. И чтобы вы точно знали, что же такое одеть, а что может быть, что взять с собой, кого одеть, точнее, и что на себя надеть, мы вам прямо сейчас и расскажем про погоду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Я смотрю на погоду, сижу и понимаю, что сейчас отдала бы все содержимое своего холодильника, лишь бы оказаться где-нибудь у моря. Когда на море был последний раз? На море был очень давно, но знаешь, плата неплохая. У меня в холодильнике сейчас найдется пару луковиц, наверное, и огурцов. Так что за такую плату я бы с удовольствием сгонял на море. Но правда, был очень давно, думаю, что несмотря на то, что море сейчас холодное и морозное, оно все равно очень красивое, даже по-особенному красивое, ведь зимнее море очень сильно отличается на самом деле. Ну и зимнее море отличается, и настроение на море совершенно отличается. Вот все-таки, как повезло жителям приморских городов. И я вот не знаю, все хорошо. А повезло ли? А вот когда этого много, ты же привыкаешь к этому запаху йода, ты привыкаешь к этому бризу, и ты, наверное, их уже не слышишь. Даже если у тебя какие-то проблемы все равно внутренние, ты привыкаешь, ну вот как обычно, да, вот когда идешь мимо, но мало ли в душе что-то не в порядке, и ты все равно же утешение куда идешь искать? А так разбежался и прыгнул в воду плюс 5 градусов, да? Разбежавшись спрыгнуть, и со скалы, да, только. Да, 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 и сразу все проблемы отступили, потому что только думаешь о том, как бы до берега доплыть и не замерзнуть. Но у нас есть человек, который в воду не прыгал, не удержался, правда, и потрогал рукой, ну что же, понять можно. В одном замечательном месте была наша не менее замечательная корреспондент Оля. Слово ее репортажу. Ушакова балка, район Севастополя, расположенный за корабельной стороной. Здесь находится парк и небольшой пляж. Балка – очень живописное место, где море и лес рядом. Они будто переплетаются и играют свою симфонию в едином природном ансамбле. Идем по старому узкому шоссе, который сначала круто уходит вниз, а потом спускается к морю. На этот небольшой пляж попасть зимой не только приятно, но и полезно. Морской воздух – лучшее лекарство для здоровья. Летом здесь даже яблоку негде упасть. Все места заняты, люди отдыхают даже стоя. А зимой здесь практически нет никого. И, вглядываясь в эти бухты, получаешь настоящее и искреннее наслаждение. Черное море прекрасно в любое время года. Конечно, вода холодная, и скупаться могут разве что самые смелые. У меня такого желания не возникло. Но уехать, не прикоснувшись к воде, я не смогла. Можно сесть на скамью, долго смотреть на гладкое море, слушать крики чаек и звон корабельных рынд. На противоположной стороне бухти швартуются военные корабли. Правда, вместо открытого моря приходится созерцать не горизонт, а причалы. Море тут спокойное. Волны накатывают лишь, когда невдалеке проходит очередное судно. Одинокие лодки и яхты будто смиренно ждут возвращения своего хозяина, чтобы отправиться в плавание. От нашего пристального взора только что ускользнул косяк рыб. Но, всматриваясь в толщу воды, мы обнаружили монетки. Пять вижу, пять, два. И свою я тоже хочу оставить здесь. Суета совсем близко, но нам удалось вырваться из привычного жизненного ритма и оказаться в тихой и уютной местности, пусть ненадолго. К привычным делам возвращаемся в совсем другом настроении и состоянии. Именно в такие моменты ценишь настоящее и величественное. Отправляться в любое путешествие лучше всего утром. В том, что ранний подъем с утра – это секрет успеха, говорят не только бизнесмены, но и наука, да и просто здравый смысл. Очень многие лидеры крупных компаний начинают свой день с 3 до 7 часов утра. Однако, если вы правильно не распланируете свое утро, возможность того, что вы не встанете, очень велика. Ранние подъемы приучают человека к занятиям спортом, здоровому питанию и чтению полезной литературы. Просто потому, что утром совсем не хочется тратить время на неполезные вещи. Во-первых, освободите время для сна. Если вы поспите всего 3-4 часа, это вряд ли заставит вас чувствовать себя лучше. Самым полезным для сна считается промежуток длиной всего в 2 часа – с 10 до 12.00. Если вы привыкли ложиться за полночь, то наверняка замечали, что вам сложно выспаться, даже если спите 10 вместо стандартных 7-8 часов. Во-вторых, подготовьтесь заранее. Если вы хотите побегать с утра, то приготовьте форму заранее. Если вы давно не занимались спортом, начать сложно. Но если уделить зарядке всего 5-7 минут ежедневно, то это поможет тянуться. Даже такое непродолжительное занятие придаст сил, и вы почувствуете себя лучше. В-третьих, поставьте будильник подальше от кровати, чтобы избежать соблазна еще 5 минуточек. Не ставьте на будильник мелодию, которая вызывает у вас раздражение. Подберите песню с медленным вступлением, которая будет вызывать только положительные эмоции. Через некоторое время и эта песня начнет вас злить, но от этого уже никуда не деться. Выпейте стакан воды после 7-8 часов сна вашему организму это явно необходимо. Кроме того, вода разжижает кровь, очищает кишечник от токсинов и регулирует давление. Эта полезная привычка помогает укреплять здоровье. Побудьте в тишине, помедитируйте или представьте, что вам сегодня предстоит, потому что днем у вас такого шанса явно не будет. Постарайтесь не только сидеть в тишине, но и остановить внутренний диалог. Просто отключитесь от шума и почувствуйте умиротворение. Полезный и правильный завтрак значит гораздо больше, чем мы думаем. Не позавтракав, мы чувствуем слабость и недостаток энергии. Не говоря уже о том, что мозг недополучил порцию топлива, чтобы нормально работать. Вот откуда ноги растут у апатии, рассеянности, плохого настроения и даже депрессии. Беритесь за самые трудные задачи. Вы еще успеете ответить на сообщения в интернете. А дела, которые требуют большой концентрации, даются в это время гораздо проще. Верно, на все сто. Вовремя проснуться и зарядиться бодрящим зарядом энергии очень важно для многих людей, потому что это напрямую их обязанность по профессии. Вот наша, и ведь не только. Ну, мы, по крайней мере, стараемся. Не уверены, что всегда получается, но очень хотим, чтобы это в любом случае получалось у вас. И у нас есть коллеги, которые занимаются тем же самым, да еще и, пожалуй, более ответственно, потому что говорят о очень серьезных вещах. Доброе утро, Гульнара. С нами на связи уже наши коллеги с редакции новостей. Гульнара Юдина. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Как настроение твое, Гуль? Отличное, прекрасное. Успела зарядиться энергией, выспаться. Пусть это было где-то 6 часов, но в 10 я легла спать. Замечательно. Что там по повестке? Пятница будет информационно насыщенной. В течение дня мы расскажем все подробности российского инвестиционного форума в Сочи. В Симферополе вспоминают день вывода советских войск из Афганистана. А в Евпатории есть самый романтический трамвай желаний. Будьте в теме самых актуальных событий полуострова и всей страны. Мы обязательно будем в теме. Спасибо большое, Гульнара. Доброго дня вам и хороших эфиров желаем. Всего доброго. Спасибо. Может, не на романтическом, но на позитивном трамвае новостей. Мы вот взяли и с 7 утра фактически до 9 прокатились вместе со всеми, кто смотрел нас в прямом эфире. Как по мне, все прошло довольно-таки весело, а главное, интересно. Ну и, к сожалению, все-таки сколько бы мы не хотели бы рассказывать, и просто бодрить вас с утра у нас все время не резиновое. Нельзя нам тоже выходить за лимит. И очень рады были с вами сегодня пообщаться, рассказать. Может быть, не все так весело, но зато все правда. С вами была прекрасная Саша и в этот раз более скромный Артем. До понедельника. Пока-пока.